Школы Республики готовят к новому учебному году. Особенно важен этот процесс там, где идет капитальный ремонт. В Алтайском районе работа кипит в селе Новороссийское. Там школа получит вторую жизнь. А в Лукьяновке и в Летнике к первому сентября откроются обновленные спортивные залы. Средства федеральные направлены в рамках партийной программы «Единой России». С подробностями Петр Пермяков. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Директор Новороссийской школы каждое утро приходит на строительный объект. Такая масштабная работа здесь кипит впервые за 60 лет. Событие большое для всего села. Татьяна Рикинин руководит учреждением «Три десятилетия». Знает каждый уголок. Общий язык со строителями уже нашла. Что-то я в дуну не вижу, где он. Здесь он? Сегодня не вижу его нигде. Вообще он мой друг. Он мне всегда отвечает на телефонные звонки. И всегда рассказывает, какие у них тут проблемы. И что им нужно для того, чтобы нормально, хорошо работать. Школа построена еще в 60-х годах прошлого века. В 80-х к основному зданию сделали пристройку. Сегодня все помещения надо обустроить по современным требованиям безопасности и комфорта. Капремонт финансируется из федерального бюджета. Работы курирует депутат Госдумы Сергей Сокол. А вот так, что уже пристройка депутата, у нас уже 80-е годы построили. Там проблемы опять с качеством, которые ранее выполняли работы. Изначально на ремонт Новороссийской школы было предусмотрено 30 миллионов. Но смету решено изменить. В ходе ремонта выяснилось, что масштаб бедствия значительно больше. И потребовалась замена перекрытий, балок. И сейчас оформляются документы, поскольку на все необходим проект. Подрядчик обещает выполнить все в срок, несмотря на увеличение объема работ. Финансирование есть. После укрепления конструкции в здании установят систему отопления, сделают полы и качественный косметический ремонт. Школу обставят новой мебелью и оснасятся современным оборудованием и оргтехникой. У учеников появятся новые возможности благодаря созданию кабинетов точки роста и цифровой образовательной среды. Теперь у нас будет 4 кабинета точки роста, 2 кабинета ЦОСа. Уже начала поступать оргтехника. Нам уже завезли 28 ноутбуков. Будут проходить различные кружки, неурочная деятельность и цифровая образовательная среда. Пока идут ремонтные работы, школьники будут учиться в здании детского сада и музыкальной школы. Они готовы принять всех местных учеников, в том числе и тех, кто приезжает из соседних деревень. Кстати, уже в августе автопарк школ Хакасии пополнится на 23 новых автобуса. Делаем все для того, чтобы наши и ученики, и педагоги занимались в обновленных помещениях, в обновленных школах, в спортивных залах, с новым оснащением. Чтобы с другим настроением, с хорошим настроением пошли 1 сентября новый учебный год. Капремонт Новороссийской школы планируется завершить к концу этого года. А уже к 1 сентября в Хакасии будет отремонтировано 13 спортивных залов сельских образовательных учреждений. Петр Пермяков, Сергей Казмин, Вести Хакасия.